У нас завершающий штрих. Мы с вами заканчиваем устанавливать всуз на сервер с SQL в режиме Core. Напомню, для чего мы все это делаем. В идеальном случае у вас есть один мощный сервер, на нем несколько виртуальных серверов, и чтобы они все жрали меньше ресурсов и давали вам выше производительность, все эти серверы находятся в режиме Core. Контроллер домена, файлы, сервер SQL, сервер всуз, сервер... Все это желательно находиться в режиме Core, а на админской машине стоят инструменты управления серверами, и через админскую машину мы всем этим управляем. Если сервер всуз находится где-нибудь в хостинге, то в принципе все равно, на каком диске размещать базы. Если сервер реальный, у вас есть отдельно медленные диски и отдельно быстрые диски, то лучше, конечно, базы разделить с файлами и папками системы. Поэтому я сейчас подключусь к удаленному компьютеру всуз, вот я уже подключился, через графическую оболочку, через MMC, через управление компьютером и создам раздел. Удобнее это сделать через графическую оболочку, я там знаю то, что у меня есть новый диск, сейчас мне нужно его инициализировать, все равно как, потому что с этого диска я не буду ничего запускать. Тут одна проблема есть, которая заключается в том, что любое действие, которое мы сейчас будем делать, оно сразу применяться не будет, и надо будет переоткрывать управление компьютером. Ни в каком обновлении, ни в каких сервиспаках они это не исправили. То есть вот у меня есть два диска на удаленной машине, я инициализирую этот диск, а он уже инициализирован, он об этом просто не знает. Снова открываю управление компьютером, перехожу в управление дисками, создаю простой том. Том, обычный мастер, создам я на все пространство жесткого диска, выберу файловую систему новую, Resilient File System, пусть будет такая, назову Том как-нибудь датно, скажу пусть быстро форматируется, нажму готово. Опять же, о том, что Том создан, мы сейчас никак не увидим, не узнаем, поэтому я снова перехожу в управление компьютером, открываю управление дисками, и вижу, что Том создан, проблема в том, что он все равно не стал ему назначать букву, поэтому придется нам вручную еще и букву добавить. У меня сейчас свободная буква Е, добавлю ее, буква D у меня занята CD-ROM. Видите, я сейчас опять не вижу то, что буква добавилась, но я знаю, что она добавилась, поэтому оставим как есть. Теперь нам нужно поставить роли. В принципе, мы можем сделать это отсюда, через добавление ролей и компонентов через сервер-менеджер, но давайте уже, наверное, доразберемся с PowerShell. Запущу PowerShell у себя на сервере, на контроллере домена, сменю шрифт на Lucid, чтобы вы могли хоть что-нибудь увидеть, и разберусь с командой GetWindowsFeature. Я знаю то, что у нас есть роль, которая называется UpdateServices, и вот из чего она состоит. У нее есть вид Database, то есть Windows Internal Database, встроенная база данных Windows, у нее есть, собственно, службы в SUS, и отдельная база данных, которая позволяет привязываться к SQL. То есть, в принципе, вы можете поставить роль через графику, чтобы понять, что из этих ролей что. Я знаю, что мне нужны компоненты UpdateServicesServices, вот они третьи сверху, то есть, собственно, службы в SUS, база данных UpdateServicesDB, то есть привязка к SQL. И можно сказать include management tools, то есть, включая инструменты управления, но они, я думаю, полноценно туда не встанут, поэтому я include management tools сотру. Все равно у нас там core, и мы скоро управлять ролью не будем. Ключ вот if показывает нам, что произойдет. То есть, мы сейчас полноценную установку не выполняем, мы смотрим, что будет, если будет выполнена вот эта команда. Я вижу то, что у меня встанет, во-первых, веб-сервер IIS, потому что сервер обновления Microsoft – это веб-сервер, который дает доступ к себе через веб-протоколы, поэтому ему нужны службы IIS. Не вижу то, что, в принципе, будет у меня все успешно, и, возможно, потребуется рестарт. Винда пока еще об этом не знает, потребуется или не потребуется. Поэтому я выполняю ту же самую команду сейчас, только без what if, чтобы точно у меня устанавливались службы в SUS сейчас на удаленную машину. Пока это все происходит, я давайте на данную машину поставлю уже через сервер-менеджер просто отдельный компонент, который позволит мне управлять в SUS. Устанавливаю я компонент на данный сервер, я выбираю его. Если у вас административные инструменты установлены на машину, уже какую-то на Windows 10, например, то вам этого делать не нужно, там уже стоит необходимая оснастка. Меня не интересуют роли, меня интересуют компоненты. В компонентах меня интересуют средства администрирования сервера, средства администрирования ролей, и в средствах администрирования ролей, собственно, средства служб Windows Server Update Services, то есть инструменты, которые позволят мне управлять моим в SUS. Нажимаю «Далее», «Установить». Проверяя, как у меня с PowerShell, он говорит то, что удаленную машину смогла установить на себя роль в SUS, и теперь нам нужно сделать инициализацию этой службы в SUS. С этим могут быть проблемы через графику, это не получается сделать никак, нам нужно указать пару шагов, нужно указать, где будут храниться обновления, есть ли связь с в SUS, и если это пытаться делать через сервер-менеджер, вот сейчас у меня, собственно, процесс подошел к концу, у меня встали инструменты администрирования роли, я теперь в средствах могу найти службы в SUS, которые я могу администрировать через эту машину, но суть в том, что у меня сейчас роли встали на мой сервер в SUS, и при этом вот здесь вот я вижу желтый треугольничек, который говорит то, что службам в SUS требуется настройка, если я скажу запустить после установочные задачи, они у меня будут вот так вот срываться красным, то есть через графику это сделать невозможно, и придется нам делать это продолжать через PowerShell. Для этого я подключусь на удаленную машину, мы уже это с вами делали через EnterPS Session, в удаленном PowerShell сейчас сразу сделаю функцию Encoded, мы тоже это уже делали для того, чтобы я мог нормально читать кириллицу, я продолжаю как бы не то чтобы настаивать, но использовать кириллицу в практических серверах, ничего страшного в этом нету, и я помню то, что я создал диск Е, и я хочу, чтобы на этом диске Е у меня появилась новая папка в корне диска Е, которая будет называться в SUS, и в этой папке у меня будут храниться обновления, и вижу то, что вот каталог успешно создан, прекрасно. Там же я, пожалуй, создам еще одну папку, которую я назову SQL в SUS, то есть там у меня будет храниться база данных SQL для моего сервера в SUS. Точно так же еще одна папка создана. Теперь моему серверу SQL нужно сказать, чтобы он хранил базы данных в этой папке SQL в SUS. Я уже ставил на прошлом занятии SQL Management Studio, запуская ее, подключаясь к серверу в SUS, и в свойствах сервера, тут есть много интересных настроек, которые, в принципе, следует посмотреть, сколько он должен съедать оперативной памяти. Видите, он по максимуму жрет. Насколько должна увеличиваться база данных. Тут лучше поставить шаги сразу, мегабайт по 100, иначе он будет только тем и заниматься, что наращивать базу данных по одному мегабайту. Но меня сейчас интересует именно, где будут храниться по умолчанию базы данных. И я скажу, я сейчас подключен к удаленной машине, что я хочу, чтобы данные у меня хранились на диске Е, вот в этой папке SQL в SUS. И журнал пусть хранится точно там же, E SQL в SUS. И куда-нибудь надо еще, чтобы он хранил резервные копии баз. Ну, я думаю, оставим так, ничего страшного. Хотя лучше, конечно, тоже перенести. У меня в экран не поместилась кнопка «Окей, готово», но я ее нажал. Значит, SQL у меня готов, SQL настроен. Нам нужно теперь только его перезапустить, чтобы он смог применить свои настройки и хранить теперь базы в том месте, в котором мы ему указали. Все следующие базы, текущие базы у нас останутся на месте. Закрываю SQL Management Studio, возвращаюсь к своей удаленной машине. На удаленной машине я сейчас сделаю команду в SUS-Util.exe, которая сделает те самые послеустановочные шаги, которые через графику не запускаются. Для этого я перейду в каталог в SUS-а по умолчанию. Там же есть папка «Инструменты». Можно их посмотреть. Вот здесь есть мой в SUS-Util.exe. Меня интересует он. У него очень много различных опций. Я сейчас посмотрю его опцию «PostInstall» со всем хелтом. Вот здесь вот куча параметров, которые мы можем использовать. Вы можете почитать их сами в дальнейшем. Суть в том, что нам нужно указать, собственно, если мы используем SQL, то где он. Если мы используем, ну, в любом случае мы используем где-то папку для хранения самих обновлений, ее нужно указать. И именно это я сейчас ему и говорю. Я ему говорю, выполни постустановочные шаги. У нас есть SQL сервер в SUS. У нас есть с вами папка «EVSUS», в которую я хочу, чтобы ты складывал обновление. Нажимаю Enter. И жду, когда закончится постустановка. Если постустановка вдруг по какой-то причине прервется, вам нужно заново создавать эти папки. Иначе он не сможет в них заново сделать постустановку. Папки должны быть пустые. То есть, периодически возникают различные трудности на этом шаге. Он то не понимает, какой сервер, то он не может найти папку, то он говорит то, что ему не хватает какого-то компонента. И каждый раз приходится эти папки удалять и создавать заново. Пишет, в принципе, то, что постустановка успешно завершена. Значит, по идее, мы молодцы. Мы можем запустить здесь еще различные команды, которые нам покажут, насколько корректно мы установили в SUS. Я вам бросил эти команды в инструкцию себе на сайт. То есть, мы запускаем специальные модули, которые могут анализировать наш в SUS. И затем запускаем запросы, которые говорят, действительно ли наш в SUS установился согласно лучшим рекомендациям. Лучшие рекомендации там, это где мы храним обновления на разных дисках, не на разных дисках. Вот, тут нужно было выполнить пару команд, прежде чем это получится. И вот здесь мы пишем то, что да, эта рекомендация соблюдается, соблюдается, соблюдается там, где информация. Вот у нас есть одно предупреждение, то, что мы не выбрали необходимые языки для установки в SUS. Вот это мы сейчас все сделаем. То есть, SUS у нас установлен, работает, и, в принципе, его даже не надо постустанавливать. Теперь достаточно к этому серверу в SUS подключиться из нашей консоли и сказать то, что мы начинаем работать. Собственно, подключаемся к серверу в SUS, и у нас открывается мастер, который мы настраиваем. То есть, дальше уже мы с вами разбираться не будем. Это базовые знания. У нас были с вами нюансы, именно как настроить это все на SQL, на Core. Это стандартный мастер. Выбираем, где у нас находится обновление, как мы будем скачивать, какой язык будем использовать и так далее. Закончил я такую пробную инструкцию по практическому плейлисту по администрированию Windows. Мы с вами установили в SUS на сервер Core с использованием сервера Microsoft SQL. В практическом плейлисте у нас будут вот такие уроки уже для тех, кто более-менее разбирается, а параллельно откроем скоро уже плейлисты по подготовке к сертификации Microsoft'овской. Там подробно будем разбирать, что за в SUS, что за сервер Core, как вообще пользоваться, какими инструментами. Это уже такой у нас будет курс для таких начинающих админов Windows Server 2019.